Вы знаете, сейчас политика стала так много места занимать в жизни, что иные люди, ну, скалобы, я бы сказал так, они не понимают, что какой-то поступок, который идёт во вред другим, это не значит, что он тебе во вред не пойдёт. Пусть не приезжают, это их личное дело. Нам от этого, простите меня, ни холодно, ни жарко. Нам бы было приятно, если бы приехали наши лидеры, наших союзников, которые бы побеждали фашизм во Второй мировой войне. Но если не хотят, пусть не приезжают. Но победу от этого, победу не унизишь. Этим победу не унизишь и её не уменьшишь, потому что за ней стоят миллионы людей, которые отдали свою жизнь. И в том числе и те же французы, и те же, значит, американцы, которые воевали с нами. Но они всегда и унивы относились к нашему государству. Не случайно, вот я вспоминаю войну, не случайно Второй фронт открыли. Не в 41-м году, когда нам было тяжело вот так, когда враг стоял около Москвы, не в 42-м году, когда ломалось всё, так сказать, и впереди был ещё Сталинград, и мы, и Курская дуга, и мы истекали кровью. Не в 42-м году открыли Второй фронт, а в 44-м, когда мы уже победили. Потому что в 44-м году было всё ясно. Гитлер, всё, он уничтожен. Осталось только дойти до Берлина. Поэтому, понимаете, я, эта узколобость, извините меня, нисколько не унижая те государства, которые, лидеры которых не хотят приезжать к нам на праздник, эта узколобость мне непонятна, и она для меня далека, и мне не то чтобы смешно, но мне как-то, честно сказать, обидно, что люди не понимают, что победа, которую добыл Советский Союз, с помощью союзников. Это победа, это на века, и никуда её не денешь. Знаете, как говорят, Гитлера приходит и уходит, там Сталина приходит и уходит, а народ остаётся. Так вот так и тут. Пут приходят, приезжают, не уезжают, как хотят. Победа остаётся, она великая, она на все века, и её добыл наш народ. А если вы не уважаете наш народ, и память тех, которые лежат в земле, по всей Европе, это пусть дело будет в вашей совести.